здравствуйте меня зовут ира ливанчука я живу в деревне сегодня очень волнительный для меня день сегодня 11 декабря уже практически ночь и я сегодня буду закладывать на инкубацию индюшиные яйца вот я их положила помыть все-таки они не очень чистые не буду я сильно тереть их так чуть-чуть немножко мою от этого даже вот и не буду вот они немножко скользкие я не буду мыть вот просто хочу убрать вот два у меня без даты 2 яйца это я знаю когда они снесены они скорее всего будут без оплода вот чистенькие в общем-то в основном я хочу просто убрать те которые вот запачканы вот так вот вот видите вот это хочу убрать тереть говорят сильно нельзя хотя вот например яйцо уже ингмент сошел это когда я брала его когда индюшка снесла ну что такое за водичка у меня здесь градусов не за 25-30 градусов водичка наверное вот 29 число а сегодня 11 вот я всех на инкубацию получилось 8 и 5 13 яиц у меня закладывать сегодня буду вот сейчас они меня все высохнут на полотенчики потом я хочу вот эту решетку которая дальше там я хочу ее в инкубатор поставить для того чтобы они не ездили у меня потому что там решетка такая переворот я конечно уберу потому что он для куриных яиц он для индюшиных не подойдет по той решетки которая там будет все кататься и ездить переворачивать не придется самой я конечно это все представляю что в общем-то справлюсь я думаю очень ответственно хочу подойти ну вот знаете я считаю что если половину меня выведутся индюшат то это будет мой мой моя большая огромная удача ну вот так вот помыла их обработала быстренько я считаю ничего они мне долго не лежали сейчас они меня высохнут и буду закладывать инкубатор у меня золушка конечно хотелось бы лучшего но видите вот это вот яйцо но она сто процентов она не будет уже мне кажется не оплодная потому что первых я помыла сразу она была очень грязная но валялась вот это без даты еще одну без даты есть они валялись очень долго мерзлые наверное перемороженные поэтому так на всякий случай положила их на буду проверять еще оплод посмотрю ну все будут сохнут буду закладывать буду снимать потихоньку сейчас я пытаюсь проверить вспышку придется сейчас выключить пытаясь проверить вас вонариком на сколы на трещины сейчас выключу свет пытаясь проверить на трещины на сколы видите светится все нормально вроде бы все нормально сейчас конечно оплод не оплод я определить не смогу я не знаю определяют ли кто-то перед закладкой оплод на скорее всего не определяют проверяют только трещины какие-то есть или нет видите и я скажу больше что я так это циферка написано темненькая я почему-то не вижу здесь вот этого воздушного пузыря скорее всего это очень плотные яйца они же должны быть в тупом конце а я не могу увидеть или это вот очень маленькая но вот здесь вот очень маленько но и то что яйца свежие не жиль нет это не пузырь конечно так еще хочу сказать сразу пока не забыла смотрите вот так вот это очень светлое яйцо подождите к тогда вот смотрите очень светлое яйцо вот это темное яйцо видите немножко темнее здесь что-то там такое что-то такое темное просвечивается не мог понять что в общем ладно это позже на шестой на седьмой день я тогда буду проверять на плод и так сколько у меня 13 яиц какое интересное число вот так хочу положить вот в эту решеточку надеюсь что они мне никуда не укатятся видите переворачивать будет легко сделаю так что например вот я с цифрой положу где-то вот эти два не подписаны но я поставлю крестики какие-нибудь цифры буду положить например цифр чтобы было утро нету цифр это было бы вечер и еще я решила что я буду подкладывать если она еще снесет одно яйцо мы заморозили мы его съели разморозили потом она треснула даже разморозили скушали она была очень вкусная не знаю сколько еще будет нестись наша индюшка и вот эти два яйца скорее всего они совершенно не годятся но пусть будет вот это поставлю утро чтобы по ним ориентироваться что у нас утро что у нас вечер вот это еще что-то очень плохо видно троечка все все пойду закладывать все заложила я временем часов почти 11 пока я открывала крышку закладывала решетка это не вошла у меня пришлось там положить на то что есть надеюсь они мнению не провалится не упадут потому что тяжелые яйца решеточка хлипкая не решетка вот там пластиковая такая вот положил одеяло я под инкубатор для того чтобы ведь у меня аккумулятор мы так и не купили вообще у этого инкубатора есть возможность подключиться к аккумулятору вот видите но мы не купили аккумулятор поэтому когда у нас не будет света надо просто будет укутывать одеялом так вообще есть возможность подливать сюда кипяток вот сюда тогда будет сохраняться температура но это это очень тяжело непросто представьте света нет газа у нас тоже нет и на чем ее вообще греть я однажды грела в камине пришлось срочно топить камин нагревать воду бегать каждые полчаса доливать это очень тяжело все не будет долго время вас отнимать все ну вот сегодня 23 уже декабря вот так вот у меня выводятся индюшата ну вот инкубатор золушка заложила я 11 декабря подложила 18 еще 6 штук подложила вот температуру я мерю вот смотрите огонечек когда мигает это значит температура постоянная сейчас должна быть вот в инкубаторе в инструкции написано было что вот на этом термометр должна быть температура где тридцать девять градусов так я всегда его вожу здесь еще другой влага 0 влага гонометр и термометр он показывает неправильно я не знаю зачем мы купили он температуру почему 37 показывает а тот пока что смотрите 39 и 2 видите чуть-чуть подскочил на 0 2 градуса но это погрешность считается допустимая вот так пикает немножко убавлю я и вот так вот выключаю вот что еще хочу показать вот у нас эти штуки к аккумулятору аккумулятором и купили потом я опущу телефон пониже покажу сейчас пока буду переворачивать яйца переворачиваю утром и вечером автопереворот отключила потому что потому что у меня несколько раз так было что проволочка вот это загибалась если видно и в общем не надеюсь на него по надеюсь а там что-нибудь случится однажды яйцо разбилось этим переворотом проволочкой поэтому сама лучше буду переворачивать так для того чтобы перевернуть обязательно нужно отключить потому что гривать нагревательный элемент находится вот здесь в крышке и он моментально начинает перегреваться когда температура понижается поэтому когда включен поэтому я всегда отключаю его все я его отключила видите не мигает вот так вот осторожно аккуратненько я снимаю крышку вот так сюда кладу вот здесь у меня яйца вот сейчас видите повернуты все подписаны потом просто я этот же самый автопереворот просто двигаю дальше вот так смотрите раз подвинула какие-то перевернулись какие-то нет я их просто вручную доворачиваю немножечко и все чуть-чуть доворачиваю так чтобы они все были перевернуты цифрами вниз и так были менее ровненько лежали мы все вот занимает у меня даже минуты не прошло я закрываю обратно и опять его включаю включать не очень удобно сейчас я выключу сначала все включила видите загорелось зелененько потому что температура опустилась теперь вот я спокойно раз здесь отрегулировано хорошо он сам нагреется как ему надо до нужной температуры буквально за несколько минут вот что хотела показать одеялка у меня для того было положено сразу на случай того что если отключат ветром на пепро порвет провода отключат у нас электроэнергию и я хотел набрасывала раньше набрасывала одеялка для того чтобы температура не остывала сейчас мы купили аккумулятор сейчас он конечно не подключен потому что я говорю что нужно выключать когда перевар неудобно все время клеммы отсоединять а вообще он воду сейчас делать наклоню вниз смотрите эти простеньким аккумулятор самый дешевый за 2 600 мы купили его этот аккумулятор так мы его уже испробовали он работает все нормально когда там выключаешь инкубатор сразу включается вот зелененьким горит когда включена в сеть красненьким горит когда включен аккумулятор все работает все нормально поэтому вот теперь уже я не боюсь ночью ложится спать когда ветер очень сильный ветер мы его подключаем потому что можно же проспать отключить электроэнергию а ты в это время спишь и получается что инкубатор может охладиться или куда-нибудь на целый день уходишь тоже вот такая история мы тоже подключаем а когда дома не подключаем просто сами смотрим есть цвет нет цвета в общем это все очень легко отследить ну вот так вот на сегодняшний момент на 23 декабря 23 11 заложен 23 12 дней уже лежат яйца яйца индюшат выводится 28 дней ну а другие доложенные будут еще дальше выводиться у меня еще есть три яйца не знаю мне очень хочется чтобы нюшка перестала нестись не знаю что делать если опять 5 накоплю наверное придется опять доложить но я их погрею не было проблем вот так вот дальше буду показывать меня зовут ира ливанчук и я живу в деревне сегодня 6 на 6 января и у меня завтра должен если все удачно завтра должны вывестись индюшаты 11 декабря вот я заложила 13 яиц одно было светлое я его брала осталось здесь 12 которых я заложила 11 числа 18 я заложила 6 то есть 4 плюс 2 получилось и 27 или 26 я заложила еще 6 они вот мне сейчас задача открыть инкубатор и переложить убрать решетку каким-то образом переложить на одну сторону на одну сторону поздние яйца на другую сторону они мне помечены на другую сторону те которые выводятся и нужно сделать это очень быстро поэтому я выключаю инкубатор обязательно нужно выключить инкубатор прежде чем доставать все сделать конечно мне тут немножечко мешает штатив но я попробую отодвинуть и но чтобы показать что я там делаю еще хочу сказать что я хочу положить там такая пластиковая решетка пищат наклюнулись не вывелись наверное еще рановато завтра седьмого рождество и завтра рождат должны рождаться индюшата вот я хочу еще на пластиковую решетку положить такую пеленочку чтобы сильно не запачкалась у меня там такая среда чтобы убрать потом просто это и все потому что конечно я немножечко по пищат немножечко боюсь что она тогда влажность перекроется но я чуть-чуть вот так вот сбрызну мне кажется это не помешает чтобы влажность сохранить что у меня ванночки внизу стоят вот чуть-чуть чуть-чуть капельку вот так вот чуть-чуть вот пульверизатором совсем немножечко не мокрый чтобы они были а так волглы называется вот такое царство государства да действительно наклюнулись очень сложно мне будет это сейчас сделать потому что решет через решетку они не проходят крутить мне их не хочется но придется вот так придется делать вот эти у меня яйца другие совсем может быть я неправильно делали кинами правильно делаю крутить уже нельзя ведь они уже наклюнулись но деваться мне просто некуда придется делать что-то так аккуратненько я их переставляю перекладываю на салфеточку потом немножечко распределю такие летки мы пищат мои вот они вот они наклюнулись вот они напугали меня вот это не наклюнулась может быть даже и плохое потому что тут мама не горючо было так ну на пять минут в принципе можно включать куда же я их беру пока друг на дружку составить что не покатятся надеюсь я ничего такого страшного не случится ой ой какой мне понятно что непонятно где вообще не подписанное яйцо не подписаны заберу вот эти вот меня уже все остальные остались новые сейчас чуть придумаю таким чудесным образом у меня получилось убрать решетку так ира молодец так это пока не надо наверное вот так положу они должны быть надписями вверх прошло минуточки наверное немножко совсем прошло так ладно эти у меня новые вам еще не скоро лежите здесь вы улыбляетесь поэтому вас на салфеточку мои дорогие так я буду даже вот так вот сделаю чтобы я их могла чуть-чуть сбрызгивать чуть-чуть вот прям руки трясутся переживаю вообще вот что-то тут кто-то у меня уже полез так давай-ка давай-ка вот так немножечко сейчас закрою не переживать вот трясутся руки прям вообще не могу у его спи заволновалась ты тихо и ранит этот новый убрать отсюда ира не волнуйся все будет хорошо одни реально руки трясутся этаж надо что такого со мной не было еще что такое-то успокойся успокойся кого все живые все хорошо вот так вот отлично но извинись я еще и болею руки трясутся так ну все наверное да так чуть-чуть капли все закрываю закрываю ух ты мои хорошие пищу от моих оля ты его о прошло 12 часов с того времени как я вам показывала проклюнувшиеся яйца сейчас час ночи ночь перед рождеством и меня ожидает в инкубаторе подарок в общем я сейчас буду открывать но прежде скажу все таки выводиться они должны завтра но в общем то сами знаете ничего страшного могут немножко пораньше я очень сильно боялась что они увидят выведутся потому что у меня внучок открыл инкубатор и показал я показывала как-то им выключала показывала переворачивала и сказала не открывайте пожалуйста но он же очень маленький и он конечно пошел хвалиться всем что мне тут яйца открыл и если включен инкубатор открывать он начинает бешено греться а я не знала что он открывал и в общем то там была температура 41 градус течение которого времени я не знаю я очень сильно переживала выведутся они у меня вообще или они мне там сгорели вот но к моему счастью все получилось не знаю на сто процентов или нет благополучно вот я уже вынула пять скорлупок и сейчас даже если например они яйца индюшатые даже если не обсохли я все равно их вытащу потому что они мне там очень сильно мешают во первых у меня там еще другие яйца есть во вторых у меня там очень низко находятся датчики температуры и термостата поэтому тепленько у меня тарелочка во первых во вторых у меня подготовленный уже брудер все у меня тут готово с этой стороны наверно буду чтобы меня чтобы я не мешала вам вот так итак я выключила открываю открываю вот что у меня тут делается да конечно они у меня не высохли не высохли но я все равно еще раз говорю что я их буду все равно отсаживать и так иди мой езжалетки мою это не мои вот они животики смотреть надо мне не нравится немножечко все-таки пушок какой-то он не очень-то мне кажется ничего нормально все хорошо так ты что ты такой индюк что ли ухте какой индюк да вот эти вообще какие-то два маленьких слабеньких но все равно всех вот этого одного наверно оставлю второй вот ведь проклевывается так это у меня такое шестое яйцо еще одного где-то нету яйца скорлупки 1 где-то нету будет скорлупку еще одна ничего не понимаю так ладно сейчас я их понесу я думаю что ничего страшного покажу вам вот смотрите как осторожно аккуратненько они как шапочки поднимают у всех у всех смотрите как поднятые шапочки ну оставлю не буду лезть это в общем то я считаю что все это очень удачно извините я не ликую я но я очень-очень рада я без безумно рада просто вот они у меня там брудере вот так вот они мне я не знаю старелки доставать наверно не буду доставать этот теплее будет вместе пусть пока будет там температура 30 с копейками градусов если под лампочку прямо поставлю вот так поближе вот-вот-вот давайте 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 под лампочку вам тут будет теплее все сушитесь лишь бы они только не вылезли я буду смотреть ходить все равно мне кажется уже ночью не спать все-таки знаете что мне кажется они какие-то лысенькие все-таки лысенькие ощущение такое что они подгорели не знаю в общем то послал скажите что это такое просто не высохли и не ощущение так что подгорели немножечко хотя животиками нормально втянутые все все хорошо у них завтра посмотрим какие они будут красивые пушистенькие но все круг замкнулся это покупала я суточных индюшат и это вот потомство от тех суточных индюшат которых я покупала в марте восемнадцатого года все мне очень нравится мой рождественский подарок я очень довольна ну остальные как как получится скорее всего те 12 они все проклюнутся мне кажется они все наклеванные давайте спите отдыхайте а вы кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ну-ка или спать будете ну давайте попищите немножко а это на следующий день утро 7 января поздравляем всех с рождеством сейчас я пойду выкладывать ролик и а вы задавайте вопросы сниму подробное видео ну и все вы заходите по чаще в гости пока пока но это утро 7 января поздравляем всех с рождеством на вы приходите почаще в гости пока пока